И вновь доброго времени суток, еще это канал Нокуменс Парадокс, и это игра Музыкальная Шкатулка Марио. Собственная, старая и пыльная, как обычно. Давай-ка мы с тобой засейвимся. Мне что-то это не очень нравится. Чел. Он ничего не делает. Может он нас не... Он не слышит? А надо, чтобы слышал, да? По-моему, это не очень хорошая мысль. Привет, Марио, ты здесь? Лестница длинная, надо посмотреть. Что ты делаешь? Нас скинули, да, Гаммовер? Немного ушибся. Нет, еще не Гаммовер. Не знаю, как мне удалось это пережить. По крайней мере, я не смертельно ранен. Ну да, руки и ноги целы, шея, это не сломано. Ух ты, еб твою мать. Что это? Что? Нет! Это на самом деле Марио. Нет, нет. Кто мог сделать это с тобой? Я чувствую его холодную кожу. Что-то мне подсказывает, что это Марио. Марио, пожалуйста, скажи мне, что это какая-то шутка. И в пустые глаза смотрели в никуда. Меня начинает охватывать чувство вины. Все, о чем я могу думать, это ужасные мысли о том, как он встретил свой конец. Что, если он звал меня? И меня не было рядом. А-а-а! Я больше не могу упрости Марио. Марио! Что ты делаешь? А? Где я? Ты кто? Я не позволю тебе уйти. Твое тело принадлежит мне. Подожди, что дает тебе право использовать мое тело? Кто ты такая, чтобы просто брать то, что хочешь? Ты не должен был быть здесь с самого начала. Пожалуйста, я просто хочу уйти и вернуться домой. Ты ведь хотела знать, что с нами случилось. Да, но... Че стряслись-то? What the fuck? Привет, кто ты? Погоди, ты! Ты... 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 Что-то выходит у меня из-за рта. Это вытекает из моего рта. Когда ты уже поймешь. Интересно, насколько я могу тебя сломать? Когда-нибудь слышал, что любопытство убило кошку? Ха-ха-ха! Из-за твоего дурацкого любопытства тебя убьют. Эта музыкальная шкатулка содержит... Эй, ты в порядке? Что произошло? Где я? Эй, ты в порядке? Кто ты? Я пытался представиться тебе, но ты, кажется, убежал раньше меня. Прости, если так. У меня просто были жуткие головные боли. Это не проблема. Я рад, что ты в порядке. Меня зовут Риба. Я расследую дело этого дома. Чел, вытащи до собоих отсюда. Ах, меня зовут Марио. Я тоже пришел сюда один, чтобы разобраться. Эй, слишком не напрягайся. Ты через многое прошел. Я могу встать. Не беспокойся обо мне слишком сильно. Ты не возражаешь, если я пойду с тобой? Здесь небезопасно ходить одному. Спасибо, приятно иметь компанию. Что-то Луид же ты не предложил так. Походить вместе. На улице темно. Еще старые книги. Ни одна из них не важна. Ну, как скажешь. Нет времени любоваться поддельными растениями. Укоррена баба. Туалетный столик треснул. Интересно, кто это сделал. Ящик пуст. Ничего полезного. Здесь есть неоконченные страницы. Все они психи. Психи, психи. С тех пор, как она умерла, остальные стали враждебными. Я запираюсь в этой секретной комнате, чтобы не иметь с ними дела. Они не сказали мне, как она умерла. Но я подслушал, что она упала с садового утеса. Я думаю, что это было убийство. Я не верю, что это был несчастный случай. Но я знаю наверняка. Она убила ее и... Моя голова... Ох. Ты в порядке. Кажется, тебе нужно побольше отдохнуть. Я в норме. Эй, не нужно плакать. Мы выберемся, я обещаю тебе. Я не плачу. Это странно. Плакать от страха, это нормально. Но я не плачу. Какого хрена происходит опять? Бесконечный коридор. Это был сон? О чем этот сон? Интересно. Кто был тем ребенком? Я помню ее откуда-то. И кто эта женщина? Она говорила что-то о музыкальной шкатулке. Интересно, является ли все это еще безопасным? Может быть, мой новый друг Липа поможет мне выбраться отсюда? Кто-то умер? Кто-то, очевидно, погиб в несчастном случае. Или, по крайней мере, так думают некоторые. Человек, написавший записку, говорит, что это было убийство. Утверждается, что жертва погибла от падения с обрыва в саду. Мне, возможно, придется проверить это через какое-то время, чтобы узнать, был ли это несчастный случай. Йокарная баба, какой обрыв, какой сад, вы о чем, блин, вообще? Я не хочу здесь находиться, выпустите меня отсюда нафиг. Как там Луиджи? О. Луиджи. Обрыв в саду, да? Туда? Мы не можем пройти, здесь тут большая пропасть, через которую даже я не могу перепрыгнуть. Зачем тебе перепрыгивать? Ты не сможешь охватиться за скользкую землю. Я знаю, где найти доску, мы можем использовать ее для безопасного перехода. Где? Поверен, что это безопасно. Ну, у тебя есть какие-нибудь идеи? Я не знаю, прости. Я помню, что где-то на первом этаже есть доска достаточно длинная, чтобы удержать хотя бы одного из нас. Тогда пошли. Все в порядке, я могу найти ее быстрее. Если бы только помнил, где она. Пока что пойду один. Куда? Ты уверен? То есть мы можем пойти вместе, это лучше, чем пойти одному. А если ты провалишься вдруг или еще что? Я знаю, как себя вести. Не волнуйся. Я не потеряюсь и не пострадаю. Просто жди здесь. Что мне следует делать? Настаивать пойти, отпустить одного. По-моему, разделяться плохо. Я не могу позволить тебе идти одному в такое опасное место. Я видел там много опасных призраков. Поэтому, пожалуйста, позволь мне пойти с тобой. Почему здесь страшно? Нет, я не могу отпустить тебя одного. М? Я видела разные вещи. Я не могу тебя отпустить. Просто отпусти меня. Ты слишком беспокоишься. Нет, я не могу позволить тебе уйти. Отпусти меня. А-а-а! О, боже. Я не это имел в виду. Боже, что я наделал? Я был слишком близко к раю. Ты все еще жив, Марио? Плохая идея, да? Я не это имел в виду. Прости. Какого хрена? Что это было сейчас нахрен? Я это самое. Пожалуй, отпущу-ка я его одного. В данной игре разделяться хорошая идея, да? Ну? Долгие роско-моры. Долгие роско-моры. Кофе мне в помощь. Тогда дать ему фонарь? Ну дай ему фонарь. Я не знаю. Ладно, хотя бы фонарь возьми с собой. Ох, не беспокойся. Об этом ты должна ставить его себе. Все нормально. Я буду здесь и никуда не собираюсь уходить. Ладно, я скоро вернусь, хорошо? Пожалуйста, поторопись. Эй, не беспокойся. Я вернусь как можно раньше. Я буду ждать тебя здесь. Я чувствую себя виноватым, что отпустил его одного. Но иначе бы он скинул бы тебе с обрыва. Не на бошенную, но все-таки да. Скинул бы. Я действительно должен пойти с ним. Чем я только думал, оставив его одного. Мне нужно догнать его. Это плохая идея. Что за ужасный звук? Вкусно, вкусно. Так хорошо. О, боже. Эта штука ест рыбу. Вкусно, вкусно. Моя плоть была вкуснее, чем я думала. Ой, нет, это моя вина. Хочу ее больше мяса, свежего мяса. Иди сюда, ты вкуснее своего друга. Нет. Не, нет. Нет, отстань от меня. Кто-нибудь спасите. Хватит сопротивляться. Ты теперь весь мой. Фонарик тоже нельзя отдавать. Мое тело медленно умирает. Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Я не хочу умирать. Не умираю. Вот там нет никаких сомнений. Я чувствую, как эти зубы все глубже проникают в мою плоть с каждым укусом. Я никак не мог ее остановить. Риба, я прошу прощения за это. Мне очень жаль. Дуэйджа, я не вернусь домой. Пожалуйста, не ищи меня здесь. Я не хочу, чтобы ты смотрела на меня. Ну, что от меня осталось? Какой пиздец происходит-то. По смертям эта игра ничуть не уступает... Количество смертей за игра не уступает The Witch House. Еще одна попытка с неотдаванием фонаря. И так уж и быть, мы сюда не пойдем вообще. Так, я выбрала оставить фонарь себе, что называется. Так, он говорит, хорошо, по крайней мере, возьми с собой фонарь. О, не беспокойся, об этом ты должен оставить его себе. Тебе лучше быть в безопасности. Безопасность в этом надо? Ха-ха. Смешно. Ха, я могу о себе позаботиться. Вот почему я разрешаю тебе остаться здесь. Тут намного меньше опасности, чем внутри дома. Это да. Замерзнуть в саду под дождем, это куда безопаснее, чем быть сожранным призраком. Теперь я пойду, если тебя не будет здесь, я пойду за тобой. Ого. Теперь у нас начинается геймплей из-за чувачилу. Доска. Доска, доска. Какая доска. Мне не нужно туда идти, там ничего полезного. Ах, пусти меня. Какого хрена? Все потемнело, я почувствовала сильную боль, кто бы или что бы это ни было, но пожрала меня заживо. Нет, Марио, не подходи. О боже, Риба. Ох, нет, Марио, уходи. Он не может меня слышать. Кто-нибудь, спасите! Какого хрена я не сохранилась опять? Я старался не обратить внимание на крики Марио, но это продолжалось до тех пор, пока он не замолчал. Услышав его боли огоня, мне захотелось скрикнуть. Он был мертв, а я нет. Призраку не потребовалось много времени, чтобы заметить, что я все еще жив. Оно идет ко мне, я закрываю глаза и принимаю свою судьбу. Ты не можешь избежать судьбы, ни ты, ни кто-либо другой. Почему я не сохранилась опять, а? Скажи, пожалуйста. Так, я сейвлюсь. О, за него тоже можно сохраняться. Давай вернемся к Марио. Привет. Ты нашел доску? Работай над этим. Ох, ёпина, Мороз. Давай сваливать отсюда к Японо-матери, а? Мне это что-то не нравится. Это подозрительное развлечение. Я знаю, что это не за фойе. Сюда, что ли? Доска, доска, доска. Надо хоть подсвечиваться будет. Ух ты! Тут выход образовался. Медведь. Часы больше не работают. Странно. Обычно же все в таких домах работает, правда? Как и часы. Кажется, она не работает. Упс, чуть не уронил. Похоже на книжную палку ничего полезного. Диван. Пусто. Упс, чуть не уронил. Интересно, когда это будет уже не упс, а реально уронил. Нам же так и надо, да? Что-нибудь грохнуть, чтобы пришла какая-нибудь крикозебра. Нам по ушам надавала за это. Ох, бляхо, сколько кукол! Нахуя не нужна. Ах, вот она. И миллиард кукол. Вокруг. Здравствуй, смерть. Найдена доска. Я должен вернуться к Марио. Он, наверное, волнуется очень. Ох, здесь еще кое-что есть. Найдена пачка спичек. Фак! Они ожили! Это всегда, когда находишь что-то полезное. Оживают всякие крикозебры и охотятся за твоей жизнью. Ммм? Тут кто-то есть? Крикозебры! Ты убил меня, теперь я убью тебя. Я никого не убивал, господи. Я должен бежать. Призрак убьет меня, если я останусь здесь. Бежать к двери, уклониться и бежать. Уклониться и бежать. Ждать. Иди сюда, я только хочу поговорить. На! Я могу бежать. Е-е-е, я правильную стратегию выбрала в кое-то веки, да? Я благополучно выбрался, мне нужно вернуться к Марио. У него могут быть неприятности. А у кого в этой долбанной игре не могут быть неприятностей, скажи, пожалуйста? Кто тут счастливый человек с ангелом-хранителем над головой? У кого не может быть в этой долбанной игре неприятностей? Ох, с тобой все в порядке. Марио, что с тобой? Что с твоими глазами? Почему не зеленые? Эх, Марио, что ты делаешь? Ой-ой-ой. Марио, ты меня слушаешь? Прекрати! С каких отопор ты испытываешь страх? Что? Ты правда меня не помнишь? Нет, ты... Я взяла это тело, чтобы наконец-то добраться до тебя. Наконец-то убью тебя! Ох, уйди от меня! Что случилось? Ты боишься меня? Я должен найти способ заставить его отвязаться. О-о-о, это будет веселый день, да? Эх, ладно. Услышимся в следующей серии. Ну или в следующем видео, вообще. Я охреневаю от того, что происходит в этом долбанном доме. Это был канал Наконец Продокс, игра, музыкальная шкатулка Марио, полный трындец, куча смертей в саду. Ой, ладно. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны еще. И хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока. Продолжение следует...